всем добрый вечер дорогие друзья приношу извинения за шум просто сын поставил себе разогреть суп борщ у меня уже вечер я сегодня вообще ничего не снимала что ну это домашний творог маш это вчера который я купила у маши запах интересно и не нравится магазинский отличается потому что ничего не снимала сегодня потому что я весь день тупо лежала я встаю у меня кружится голова у меня бывает такая слабость знаете такое состояние я постоянно хочу спать у меня кружится голова я не хочу не есть но я хочу очень много пить воды и хочу пить а сегодня как назло у нас отключили воду и горушка иди доставайся на а мы даже про это не знали что подожди маша и города станет мы даже не знали что отключат воду и мы не набрали сегодня это вообще какой-то целый день без воды время уже 9 часов вечера у нас воды все еще нету сгущенку на холодильнике она и вот так вот весь день муж сходил магазин взял лимонада не лимонада как он минералку полтора литровую бутылку а чё это на наш семью это немного маш это много очень сгущенки ты сладко будет сильно потом пить больше захочешь 2 папа брал минералки я думал одну он брал а он еще эту мохито брал да но это газированная вода я не пью такое поэтому не как-то это я минералку пол кружечки попила мне этого по идее хватило много комментариев писали по поводу того как я питаюсь то что я ем два раза в день два три раза в день да я знаю что там при похудении надо часто есть и понемножку я у меня вот все я хочу купить контейнеры по 250 грамм по моему маленьких экспрессе 6 штук что в день по шесть раз есть там перекусы все туда саживать и нас вот например сегодня приготовила уже на завтрашний день это я знаю ребят но пока у меня так не получается видите нету маша воды нету терпите я что сделаете я даже не знала что воду отключите поэтому сегодня без воды не постираться не приготовить ладно хоть вчера приготовили все как бы есть что покушать в этом плане до его но и горка опять ходит имбирь надо открыть а все контейнеры заняты из-за этого никак и горка такая замануха в холодильнике лежит они открыть контейнеров общение стало все контейнеры куда-то деваются сына мне вечером звонила спрашивала как у меня дела я груда все нормально ну попросил ему перевести денежку на проезд а у меня горит мама заканчивается деньги можешь мне одолжить до пенсии чтобы не хватило на проезд ему денежку я ему сказал что я вечером то мне немного на карте есть уже скину обязательно ему потому что понедельник на учебу идти надо ему деньги хоть так вот так нужно в целом дальше что старшие у меня на каникулы пошли ну ученики то есть мы на каникулы пошли маша сегодня ездил маш куда-то сегодня есть и ада марафон был а света куда ездят тоже на какой-то марафон она другую школу если я тоже короче они двоём сегодня в разные школы ездили на разные марафоны сейчас маша у меня записалась на танцевальный будет ходить вместе с катего это в какие дни вторник и четверг будет ходить на танцевальный пришел мне машин анализ результат сегодня на электронную почту по сути все отрицательное кроме там не помню как называется ладно потом постараюсь если смогу скрин вставить там что-то повышено очень сильно это я это по сути не разбиралась сейчас сяду сейчас вроде более-менее себя почувствую к вечеру сяду за компьютер почитаю что может быть из-за этого повышенного анализа если кто-то медики есть то объясните пожалуйста так целом у нас у дома нормально рассаду написали многие может ребенок оборвал но ребенок он не трогал я больше ссылаясь к тому что нам а половые мышки потому что я смотрю что сейчас весна пошла и они у нас опять появились кошка тут на днях пыталась поймать но из-за того что я и постригла ногти она его не смогла схватить и выпустила я конечно это машина порция отложим в тарелочку немножко да и все или вместе с ним поешьте они творог положили ваня увидел о горит а так в целом все у нас вроде нормально на улице тепло чабы найти на улицу идти не рука затекла на улицу бы идти а не могу потому что голова кружится я щас все разогрела рисовую кашу ничего такого есть не хочу я сегодня чуела борщ ела наверное ложки полторы творога съела больше по сути я ничего такого не ела нету нету катенька воды не ломайте кран бедные дети все воду ждут из-за того что воды нет вообще проблем я не представляю вот как люди живут у которых замерзла вода это наверно вообще у нас тут сутки воды нету дети прям аж уже все из не могают вот так вот и получается ну дай бог чтоб дали воду время учу нас 9 часов вечера а воду отключили наверно часов в 11 а утром даже нет нет подожди вы во сколько сегодня у меня уехали в 10 а ну значит в 10 отключили потому что маша когда уезжала еще немножко была водичка а потом все отключили и весь день воды нет ни я даже не в курсе было что отключили мне девчонки играют что в контактах и но в соцсетях писали про это но на эти не все иногда заглядывают соцсети я например не заглядывала поэтому я не знала что отключат воду но ничего это не такая уж сильная проблема сейчас я что планирую на неделе в понедельник пойду понедельник или во вторник не знаю посмотрю как по состоянию будет но пойду в детскую поликлинику с машином результатом спрошу что когда она впервые ехать и зайду по пути на автостанцию но это не на автостанцию а в крепаре там нас продают на автобус билеты мне надо узнать стоимость билета мой и на ребенка чтобы не рассчитать какую стоимость денег не с собой брать ну скорее всего в перми нас тоже что-то скажет кто-нибудь опять пройти анализ платный потому что когда последний раз мы ездили мы там проходили кое-какие платные анализы чтобы пермске врачам удостовериться что все правильно или неправильно сделано ну поэтому я всегда беру больше вот про эти 10 тысяч вам всегда и говорила что когда я в пермь поеду мне не понадобится в соликамск по сути там немного по поводу того то что я привязала столько много покупок настя как ты их перла на автобусе ребят я ездила не на автобусе я ездила со знакомыми они ездили в другой город сдавать анализы перед тем как ехать на заезд на работу поэтому я ездила с ними и за проезд тоже так же я давала на бензин я почти давала больше но он взял с меня только 500 рублей на бензин ну это по его нам делам потом заехали по магазинам то что я купила да мне многие спрашивают настя зачем тебе 3 корзина для белья нужно нужно ребят у меня в одной лежит постельная когда что-то грязное ребята может они уже знают что в одну корзину постельная ложа другую корзину цветной ложа а третью корзину я хочу сделать для чисто белого белья чтоб мне не перебирать вот это я уже знаю ага здесь в этой корзине у меня чисто белое белье я достала закинула в машинку постирал и так она не будет соприкасаться с цветным и не будет линять потому что иногда в корзине ложатой но все равно все что лежит оно цвет одежды меняет да поэтому вот так вот а так в целом все хорошо по поводу оценок я еще не смог не заглядывала в электронный дневник у кого какие оценки обязательно на сегодня посмотреть если посмотрю то вам обязательно тоже покажу потому что многие спрашивают я знаю что у меня девочки хорошо и горка хорошо учится но более-менее хорошо как бы надеюсь что без духе их закончили попозже обязательно с вами посмотришь да я знаю что у тебя нету двоек маша маша говорит мам ты чё у меня нет ни одной двойки я знаю машинка что у тебя нет ни одной двойки и сейчас поем немножко и хочу посадить рассаду попробовать еще раз ног контейнеры уже накрою потому что все таки последние два росточка которые были с листочками мышки тоже объели мне уже многие пишут насти не парься у тебя не получится вырастить рассаду все равно и купишь летом на рынке да можно по идее купить я сейчас попробую еще раз посажу если у ничего не получится я просто плюну и буду ждать лето и летом куплю на рынке вот такие вот дела ладно я сейчас поем а потом сходим с вами посмотрим электронные дневники моих детей если вам интересно то оставайтесь с нами берегите себя берегите обязательно свое здоровье это самое главное на сегодняшний момент мне кажется все ладно всем хорошего позитива и хорошего настроения